Из 30 тысяч 15 финалистов глава республики встретился с победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников. Как проходили главные интеллектуальные соревнования страны и как готовятся к испытаниям ребята, подробности у Дмитрия Ковалева. В 10 классе Александр Толкачев решает сложные задачи не хуже преподавателей высшей математики. В финальном этапе Олимпиады школьников до победы ему не хватило считанных баллов, но и стать призером почетно. Очень важно много готовиться, чтобы чего-то добиться на Олимпиаде. Хорошо, что у нас есть возможности в школе. Финишировать первом забеге на длинные дистанции, попасть в мишени без осечек и промахов, сдать нормативы по спортивной гимнастике. Так проходил финальный этап Олимпиады по физкультуре. Победа за учеником школы из села Кельдюшево Яльчикского района. Данил в 20 лучших. Каждый из нас знает, что победы бывают нелегкими. Победы это затрата огромного времени. Я считаю, что мое достижение это не случайность, а закономерность. Анне Гущиной было на кого равняться. В прошлом году победителем финального этапа стал ее родной брат. Сестра завоевала призовое место в Олимпиаде по экономике. Еще я хочу сказать спасибо своим родителям, которые также меня во всем поддерживали. Нужно совершенствоваться и участвовать в следующем году. Среди призеров и Диана Кавказова. В Олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности ей пришлось соревноваться с девятиклассниками. Сама учится в восьмом. Важно это личные качества, это самодисциплина, организованность. И самое главное это желание и стремление стать победителем, призером. На подготовку призеров и чемпионов Олимпиад уходят годы упорного труда, говорят наставники школьников. Олимпиада по математике превратилась в некий спорт. То есть, чтобы на самом деле зацепиться даже по нижней планке, это нужно. Шесть лет ездили в разные математические лагеря, которые в разных регионах проводятся. При подготовке к заключительному этапу были выделены по 50 часов на каждого ученика. Это было здорово. И вот за счет этого мы, например, приглашали в наш лицей призера Международной Олимпиады школьников по математике. И вот он тренинг с нашими ребятами проводил. Чувашская республика входит в двадцатку лучших субъектов по тем результатам, которые показывают наши школьники. Стали выделять средства на то, чтобы готовить нашу команду. Раньше это даже не делалось. Поэтому действительно будем делать и такие интенсивные профильные смены. Глава республики отметил, что за финалистами Олимпиады должны подтягиваться и другие ребята. Поддержка одаренной молодежи – приоритетная задача. Для подготовки школьников в регионе в этом году создадут специализированный центр «Аналог» сочинского «Сириуса». Будем максимально оказывать вам содействие для того, чтобы ваши предложения, ваши просьбы были учтены в нашей работе при принятии управленческих решений, для того, чтобы учащимся создавать еще наиболее благоприятную среду. Это очень важно. Подавать себе, представлять себе век глобализации не так просто, но те, которые очень ответственно подходят к этим работам, и творческой работе, и касаясь уже предметов технической направленности, вы добиваетесь хороших успехов. У большинства финалистов Олимпиады впереди выпускной учебный год, а дальше непростой выбор будущей профессии. Глава республики отметил, что здесь важно не ошибиться. Всегда надо всех слушать, слышать, а самим принимать уже ответственные решения. И самое главное – ваше трудолюбие. В перспективе у вас огромные возможности самореализоваться, будьте достойны. Финалистам Олимпиады и наставникам глава региона вручил благодарности, пожелав двигаться вперед к новым победам. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.